Гудо-гудо! Ну что, дорогие друзья, пришло время узнать всю правду. Какие же эмоции я выражала в прошлом видео, по крайней мере пыталась. Итак, первая эмоция у меня была простая – радость. И то, что она может в себя включать. Потом, вторая эмоция, которую я пыталась выразить, это было удивление. Некая реакция на что-то, чего вы не ожидали и начали задумываться. Что же это могло бы теперь значить для вас в будущем? Может быть, там и не только удивление, да, все-таки было. И третья эмоция – это недовольство. От гнева до раздражения, да, вот это вот, вот это вот все. Ну что ж, все молодцы? У меня кое-что для вас есть. Помимо интонации, в шведском есть еще и ударение. И шведы обожают мелодичность. Они любят делать так – а-а-а, не правда ли? И в некоторых словах они повышают голос только один раз, а в некоторых – целых два раза. Это такой большой секрет за семью печатями, ответ на которые, в общем-то, есть, разгадка есть, но не всегда на сто процентов. Поэтому все можно разгадать. И некоторые слова звучат вот так вот, с повышением голоса два раза. Например, мама и папа, вы не поверите, да? А некоторые только с одним, например, сулен. Так вот, сейчас я вам внизу напишу слова. А вы, пожалуйста, выберите, в каком или в каких, там несколько будет, в каких из этих слов голос повышается два раза. И напишите нам в комментариях, всю правду я расскажу вам завтра в 18.00 по Стокгольму и тоже в 19.00 по Москве. Отвечайте, пожалуйста, так вы будете тренироваться. И, кстати, задумайтесь над этим явлением, в принципе. Напишите также, вы замечали такое у шведов? Я постоянно и раньше не могла понять вообще, к чему это, раньше это давно. Но это настоящий шведский, по-моему. Вы как считаете? Ну что, я говорю вам мое на сегодня окончательное хейро и пока-пока!